Что же философия изучает? Давайте сначала посмотрим на эту проблему, скажем так, предельно широко. Одна точка зрения заключается в том, что философия – это наука о наиболее общих законах мироздания, или о мире как целом. Этот взгляд восходит к представлениям древнегреческого философа Аристотеля. Наука о наиболее общих законах мироздания о мире в целом, да? Но ведь в таком случае этика не является философией. Ну, то какая-то, может быть, метаэтика, супер-метаэтика может стать тогда, но не всякая этика станет тогда философией. И получил наиболее широкое распространение в университетской философии XIX века. Другой взгляд представлен знаменитым английским философом Бертраном Расселом. Философия – познание свободы от догм, но не достигшее научной точности кринж. Проблема в том, что философия не свободна от догм. Ну, смотря как определить слово «догма», конечно. Более того, Рассел не свободен от догм был. Рассел крайне догматичный человек, категорически догматичный. Что философия – это вид знания, который надо отличать от догматических религиозных доктрин, но, тем не менее, не достигающий научной точности. И третий взгляд, утвердившийся во второй половине XX века, заключается в том, что философия, строго говоря, изучает не мир как таковой, а отношение человека и мира. Суммируя, можно сказать, что… Так нельзя эти определения суммируют, они просто разные. Сходящее к Аристотелю представление исходит из того, что философия – это своего рода наука, наук или какая-то света. Ну, во времена Аристотеля не было слова «наука» как такового, в прямом смысле. Да, там, скорее, имелось в виду слово «эпистима» – знание. На мой взгляд, нужно категорически различать знание и науку, соответственно, да, то есть «сайенс». «Сайенс» и «знание» – это разные штуки. Да, «знание» является целью науки как таковой, но мы должны различать эти термины принципиально. Аристотель, ну, по сути, не различал. Ну, просто, когда вы Аристотеля встречаетесь со словом «наука», там не используется вот это вот английское слово «сайенс» просто по понятным причинам, оно там не используется и не могло использоваться. Верхнаука. Разные научные дисциплины изучают разные разделы реальности. Философия же интегрирует это знание в единую картину, устанавливает связки между такими разделами философии, как, скажем, физика, химия, биология, геология, история и так далее, и вырабатывает общенаучную методологию. Считается, что реальность как целая также подчиняется закономерностям, изучаемым науками, и может рассматриваться как специальная научная дисциплина. Я бы наоборот рассматривал науку как специальную философскую, специальное философское методологическое учение, не более того. Ну да ладно. Опять же, да, сейчас могут набежать всякие шизофреники. Спасибо, Лавли. Спасибо. Друзья, так заказываем, кстати, наукцион что-нибудь. Может, фильм какой-нибудь посмотрим сегодня. Хотелось бы какое-нибудь кинцо сегодня заценить. Я тебя опять отсоединилась. Опять же, шизы могут закидать меня говном за этот тезис, да, но, блядь, этот тезис я многократно тоже доказывал, показывал. У меня просто буквально здесь есть аргументация. То есть, окей, вы можете сколько угодно тыкаться в учебник, как говорил Васил. Ну, блядь, в учебниках так не написано, блядь, в учебнике по-другому. Но я, блядь, как бы делаю тезис, делаю, как бы, выкладку определенную. Почему я так не считаю? Почему мне, например, трудно считать юмо-эмпириком? Помните выкладку, да? Хотя, да, он считается классическим эмпириком. Сейчас скажу ли я, да? Он считается классическим эмпириком, но просто у нас есть до-юмовские, там, вообще, до-бэконовские эмпирики. Как бы... И все они знали, что эмпирический опыт это источник знания, единственный и бесспорный. А вот юмо это не источник знания-то вообще-то. Юм немножко агностичен здесь по поводу эмпиризма. Если у Бэкона эмпиризм, ну, то есть эмпирика опыт, это единственный источник знания. Если у Лока, это источник знания тоже. Если у многу-много у кого это источник знания, то, например, у юма это не источник знания. Поэтому, например, Юм, на мой взгляд, если уж и, собственно, Эмпирик, то очень странный, но, блядь, как бы вот. Так вот, продолжаем. Просто же проблема-то в том и заключается, что я беру, делаю тезис, который отличается от того, что написано в учебниках, и делаю выкладку из некоторых доказательств. Ну, не нравится тебе опровергни, блядь. То есть, то, что ты ссылаешься на учебник, как это Васила обычно делал вместо доказательства, ну, иди ты нахуй с такими доказательствами. Очевидно, это детский сад, по-моему, да? Мы тут по-взрослому собрались для того, чтобы обсудить те или иные вещи, связанные с философией, философскими понятиями, философскими категориями. Если у вас есть какие-то возражения, я всегда готов их выслушать. Если у вас есть возражения к моим тезисам, к моим аргументам, к моим позициям. Но меня-то в основном люди хейтят за сами позиции. То есть, вот я озвучил тезис, например, Юм не эмпирик, потому что он агностик, да? На мой взгляд, в определение эмпирика не входят агностики. Почему? Потому что агностики стомневаются в том, что... Спасибо большое, Верон Патриас. Эмпирический опыт является источником познания. Вот, всё. Конец, да? Для меня важным критерием для всех эмпириков с самого начала возникновения эмпиризма как такового, со школы гиппократиков, является критерий, согласно которому вот это равно вот это. Наличие или отсутствие, собственно, врождённых идей, на мой взгляд... На мой взгляд. Докинс называл себя агностиком по вопросам бытия Бога, не предлагал. Заметьте, это узкая вещь. Он не является агностиком в большом смысле. Он же верит в то, что наука познаёт некоторые вещи. Значит, он не агностик в таком большом философском смысле, да? То есть, он агностик по одному частному вопросу. Это важно. Так вот. Так вот, в этом и заключается, блядь, обычная проблема. То есть, меня не дослушивают, людям не нравится тезис, они начинают меня, блядь, хейтить. Они говорят, вот есть учебник, вот там, не знаю, Васильев про это писал, Васильев там круто знает, соответственно, юма. Ну, окей, он хорошо знает юма, но, блядь, как бы вам объяснить-то? Это не значит, что он во всём и везде прав, например, да? Может быть, он тоже что-то в учебниках подсчитал, где-то что-то там дополнил, а ты ему вот говоришь, например. Вот по такому-то критерию юм, например, не эмпирик, да? Допустим, говорите Васильеву, для того, чтобы быть эмпириком, нужны вот такие вот качества. Качество 1, качество 2, качество 3, качество 4. Ни под одной из них юм не подходит, всё, конец там, например. Или под одной из них юм не подходит, всё, юм не эмпирик в данном случае, а что-то другое. Некоторые их трансформации, да? То есть, всё зависит от определения. Я дал определение, я показал, что этому определению юм не соответствует, поэтому в моём представлении он не эмпирик. Мне говорят, ну есть классический, блядь, эмпиризм, и юм в него ходит просто вот классический, а ты говоришь, а есть и другой эмпиризм, который был до юма. И то определение эмпиризма, который вы даёте, то есть эмпиризм нового времени, он тогда, получается, не соотносится со средневековым эмпиризмом и с эмпиризмом античности. Вот у нас есть, короче, много лет, когда он осуществовал эмпиризм, схуя ли мы вдруг изменяем термин в новое время, ну непонятно тоже, да, тогда. Почему мы главный критерий, критерий с одной стороны, критерий того, что эмпирика, опыт наш, да, является знанием, почему мы его заменяем на наличие или отсутствие, собственно, идей врождённых. Почему мы это делаем, непонятно, по какому праву это происходит, ну вот-вот-вот моя защита здесь получается, она ещё более крупная, там больше аргументов у меня. Я чисто поверхность так преподношу. Относительно третьего аргумента изучения мира, не самого по себе, отношения человека и мира, нет, это хуйня. Философия изучает буквально всё на всех уровнях, не только наиболее общие вопросы о законах мироздания, и даже не просто наиболее общие законы. Философия изучает вообще, блядь, всё, начиная там от самого малого, там от феноменов каких-то базовых конкретных восприятий, то есть от самого конкретного, что вообще может быть, до самых абстрактных вещей, от и до, всё, блядь, изучает, вообще всё, не наиобщее, и наиобщее, и наиболее конкретное, и наиболее абстрактное, и наименее абстрактное. Всё изучает, вообще всё изучает. Разные мыслители писали обо всём, в том числе о метафизике, шизике и прочей. На YouTube? Вот. Спасибо. Но это уже после. Лекция очень большой. Это важно. Это база, как бы, да, то есть, если вы фактически посмотрите, о чём рассуждали философы, обо всём, обо всём, буквально обо всём, там, не знаю, об этике. Вот он вверху этику принёс. Этика является наиболее общим законом мироздания. Не является. Ввиду этого этика, значит, не философская дисциплина. Или данное определение не верно. Одно из двух. Я выбираю, что этика философская дисциплина, и данное определение не верно. Познание свободы догм, но не достигшее научной точности. Полная хуйня, потому что, ну, в философии, у всех, все догматики, включая самого Рассела, у всех есть огромное количество догм. Соответственно, эти догмы на протяжении большей части жизни у этих людей чаще всего не меняются. И это всё стандартно, нормально, обычно. Короче, у людей есть убеждения, то есть догмы, и, соответственно, они догматики. Всё доказано, большинство философов не относится к этому определению, значит, это определение нерелевантно. Изучение не мира самого по себе, а отношение человека к миру, тоже хуйня я прояснил. По каждому определению вам аргументировал, прояснил, блядь. Хотите с этим спорить, блядь, вперёд. Отвечайте на аргументы, а не пиздите про меня, там, не рассылайте про меня клевету всякую. Не говорите там своим зрителям, что я кого-то угрожаю, убить там или ещё что-то. Начинайте, блядь, нормальную дискуссию вести, а не как дегенерата общаться, потому что, ну, заебало это всё. Существенным образом различаются. И различие предметов влечёт за собой существенную разницу в методе истоке. Проблема заключается в том, что философия как включает в себя предметы других наук, так и выходит за их пределы, да. То есть, есть такие направления философии, как социальная философия, там, философия биологии, математики, ещё чего-нибудь. Где местами предметы сходятся даже. В натурфилософии предмет с физикой, ну, сходятся, например. Я считаю, что, возможно, сейчас тоже натурфилософские исследования, которые отличны от физических. Исследования исследовательно в характере полученного знания. Формулируя кратко, чуть дальше мы на этом остановимся более подробно, можно сказать, что задачей философии является не изучение мира как такового, а исследование человеческого места в мире, человеческого отношения в мире. Почему? Философия всё исследует. Стоп. Если данное определение верно, то всякая отрасль философии исследует отношения человека и мира. Зацепили, да? Первая посылка. Первая посылка. Если данное определение верно, то вот такой у нас вывод. А, секунду. Секунду, Николай. Так вот, вторая посылка. Вторая посылка, да? Мы с очевидностью знаем, что есть ряд дисциплин философских, которые не исследуют отношения человека и мира. Значительная часть антологии не исследует взаимоотношения человека и мира. Значительная часть метафизики не исследует взаимоотношения человека и мира. Тоже значительная часть, опять же, не 100% метафизики, есть метафизика про Бога, да, конкретно. Вот раздел с Богом, он не разбирает отношения мира и человека, мира и Бога в данном случае. он про бога там про доказательства есть бог нет бога что там и так далее так далее так далее да вот есть также натур философия это че не философия получается вот вывод данное рассуждение ложно соответственно да данное определение является ложным все здесь слишком просто ну либо вы не считаете философии антологию метафизику и натур философии да и многие другие области на самом деле или автор захочет настолько сильно растянуть это определение что под отношением человека и мира в том числе будет пониматься нахождение аргументов там верности бога до существования бога также и соответственно антология какая-нибудь я имею ввиду не антологии человека как у хайдеггера да я имею виду антологию ну когда мы обсуждаем существуют ли те или иные объекты и предметы или нет вне контекста человека в данном случае но это же не про отношение человека и мира если он настолько хочет сову на глобус натянуть если он так сильно постарается тогда и любая наука физика включая физику современную это дисциплина посвященная тоже изучению отношений человека и мира к сожалению если вот мы настолько будем затягивать пояса но мы же не хотим их так сильно затягивать что определение они должны что-то демаркировать отделять одно от другого и было бы странно если философия в данном случае она никак ничего не отделялась бы по данному критерию ладно мире формулируя кратко философия задается вопросом никаков мир сам по себе то есть этим вопросом она конечно тоже задается но он так стопа она задается или не задается всего лишь предварительный вопрос почему предварительный марксисты считают что чуть ли не самое ну как вопрос о первенстве материи или сознание это главный вопрос философии вот некоторые считают чего же это предварительный вопрос то почему аргумент прошу о том как нам к этому мира славца слова почему носиться как нам в нем жить надо ли пытаться его изменить и если надо в каком именно отношении но лолк я хочу лолки не у многих философов есть такие рассуждения конечно да в итоге но правда они нередко исходят из онтологии и метафизики пользуясь терминологии которые вашего да не никакой не брахман и не идеалист в данном случае он здесь просто этот гуманитарий простите да простите за такое слово то есть то определение которое сейчас приводит приравнивает философию гуманитарным наукам так скажем гуманитарным дисциплинам вот и все эта попытка спустить философию на уровень гуманитарщины но философия к сожалению или к счастью не заканчивается только на гуманитарных вопросах и я даже даже сложно сказать насколько эти гуманитарные вопросы там основными являются ну да ладно в широкий обиход уже в двадцатом веке хотя первоначально было сформулированный да конечно не одинокий неблагоп так никто не одинокий поэтому кстати по большей части апелляции всяких там василов то что вот в учебнике написано большинство профессоров которых я видел считают не так но они просто нерелевантны потому что все эти профессора они очень по-разному считают и в итоге вопрос то он в аргументации философии да вот 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 тезис и какая-то поддержка к этому тезису должна быть предъявленной чем она лучше ну тем наверное будет получше я думаю васил также считает относительно конкретно доказательства только почему-то васил сам философии категорически не критичен а я всегда ко всему радикально критичен включая философию и когда я складывал свое впечатление философии я читал кучу материалов кучу учебников кучу в общем всего чего угодно если мне что-то не нравилось и это проверял я это опровергал до для себя и соответственно пересматривал еще в античности это обозначение философию можно было бы назвать как мета метана обозначить как мета науку это не просто наука это наука которая пытается сама себя осмыслить то есть сделать себя предметом своего суп чу себя я уверен что большинство представителей разных собственно учений ну как наверное даже не особо пытались осмыслить философии мы пойдем мы пойдем поблуждаем в античности например ну до сократики до пифагора вообще не знали слова философии не особо пытались наверное осмыслить философию потому что ее просто как термина не было это раз во вторых соответственно какие-то софисты да и прочие ребята тоже уже даже пост пифагора ну что-то у них там не очень много про философию как таковую написано это тоже важно понимать не всякий сократик напрямую рассуждает о философии но если рассуждает это не кажется его главным вопросом то есть рефлексия о философии для философа далеко не всегда главный вопрос это тоже явно для некоторых это вообще даже вопросом не являлась хотя определение философии очень много разных и действительно многие школы том числе числе большого количества разных предметов спекулирует на тему что же такое философия собственного исследования или иначе философия это рефлектирующая наука разумеется здесь нужно сделать некоторую оговорку философия конечно пытается понять не только науку и не только научное сознание об этом мы поговорим чуть более чуть позднее в этом смысле определение философии как метанауки чуточку узкая я им пользуюсь только для того чтобы обозначить особенность философского стопа разве у философии предметом не может стать объективная действительность метода вот на этом хотелось бы остановиться более как же натурфилософ тогда стопа то есть существо объективное то есть существующие независимости от индивидуального сознания действительности как же тогда все формы объективного идеализма ну то есть у них тоже предметом науки является объективная действительность то есть бог ну например да ну или объективы у субъективных идеалистов предметом их дисциплины будет являться а объективная да то есть существующие независимо от индивидуального сознания то есть объективные лучше сказать объективные существующие независимо от индивидуального сознания факт того что но собственно мир устроен субъективно в данном случае онтология метафизика не видимо они видимо науки имеется ввиду ну или по крайней мере такой же предмет как у науле подробно что изучает наука по идее наука изучает объективную дико идеи по чей идее действительность а по чей идее объективное это значит существующие независимо от индивидуального сознания знаю я о том сколько спутников у марса или не знаю не имеет никакого значения для самой астрономии например количество спутников у марса как представляется не зависит от того известно нам об их существовании придумали ли мы дает для них как но мы можем дать разные определения какая-то вещи спутника превратиться в планету например я не знаю еще хоть хуйни от нас буквально все это зависит от наших определений зависит но примера я не знаю спутника мы можем называть объекты превращаются вокруг планеты да но можем еще обнут спутник с большой буквы да там не закончить величину массы или объема ввести да и при этом имеют объем или массу больше или меньше вот такой вот величины как то так то есть мы можем сказать сказать что спутник марса например не просто не спутник какой-то например просто небесное тело потому что какой-то из спутников марса слишком мало например мы можем подбирать таким образом определения это будет зависеть от нашего индивидуального сознания безусловно как-то вот так вот да и философии мы также можем делать поэтому есть какой-то большой разницы не вижу пресса вячеслав я сейчас горе не понимаю почему предметом философии не является в том числе объективная действительность с другой стороны у философии слишком много предметов и объективная действительность это один из ее предметов философии там еще очень много достаточно будет еще бонусов субъективная субъективная действительность тоже будет предметом философии это название и вообще интересуемся ли мы этим вопросом есть действий не уверен что вопрос о количестве спутников у марса является в корне научным и решается с помощью научного метода и тут опять же следовало бы вообще определение науки еще дать но это все же лекция по основам философии поэтому и тельности допустимо упрощение так вот какова же особенность научного знания первое наука об этом я уже говорил направлена на выработку объективных знаний о мире но это миф но фактически это мир но каком смысле объективных типа соответствующих объекту то есть реальных или все-таки независимых от наших от наших субъективных каких-то в общем то этих поток это общая характеристика почти всякого знания я делаю оговорку почти и потому что собственно никто не запрещает мне копаться в глубинах своей собственной психики и пытаться там открыть что-то такое что чем я ни с кем не собираюсь делиться то есть пытаться разобраться в своем собственном субъективном мире вот это конечно не будет наукой но сама по себе объективность еще не гарантирует научности конечно выходя из дома и отправляясь ближайшей станции метро я сделаю большую глупость если пойду в противоположную сторону потому что где находится станция метро зависит не от меня это для меня объективная данность но это не значит что я тут владею какой-то научной информацией чем же отличается наука от обыденного знания прежде всего тем что это системно организованное знание отдельные компоненты научного знания согласовывает проблем будет заключаться в том что практически любое знание может оказаться системно организованным но включая там какую-то магию тару астрологию еще какую тему короче все это тоже будет системно организованной в каком-то смысле даже объективно будет пытаться по крайней мере объекты какие-то описать ну например звезды и созвездия их соотношение друг другом они же по факту так какие они объективные да то есть вот звезда вот астролог вот звезда она находится там на месте а следствие которое делать может они не объективные но и ученые тоже не всегда делают объективные следствия стопроцентная да то есть тут как-то так он и между собой и не просто согласованы они как бы навешаны на некий общий стержень такой своеобразный скелет который составляет системно организует информацию все включая философов даже обыватели нередко системно организует информацию чтобы для себя ее как-то описать не исчерпывающее определение науки основу костяк научного знания и который позволяет имею также большинство разных групп религиозных философских и так далее обосновывают свои представления о мире поэтому объективные в кавычках системно организованные обоснованные знания есть практически буквально у всех что не позволяет нам считать идеологию наукой то что идеология в принципе не очень-то стремится к объективной истины она конечно будет выдавать себя за объективную истину но выдавать и быть это разные вещи тогда можно задать вопрос и опруфы будут опровержения там идеологии какие-то очень такое чтобы ну прям знаете сразу взяли такие а ну да действительно полная фуня это ваша идеология к истине отношений не имеет получается все кроме философии обыденного знания и соответственно науки все идеология все что может быть объективным согласно данным определением которые мы видели буквально все политика идеология например более да очевидно что политика не обязательно мне нужна рефлексия она не является объективной наукой явно политика не является объективной наукой не вот я не про политологию до который изучают политику я именно про политику как объект размышленно размышления ну получается тогда она ложна что ли или как или не стремится к истинности идеология это тот же тип теоретического знания что и философия не совсем в чем-то близкие они а в чем-то различаются основное отличие философии это критический настрой это попытка не просто стоп блять критический настрой или рефлексия в современном дискурсе немножко разные будет понятное дело что критика канта пронизанная рефлексии но философском смысле обычно критика и рефлексия критический настрой и рефлексивный настрой это можно названу как синонимы воспринимать но просто в рамках современных коннотаций я бы сказал что большинство людей которые так или иначе хвастаются критическим мышлением они очень слабые в рефлексии критическое мышление на самом деле чаще всего они слабые но в рефлексии они еще слабее обыкновенно как-то так но традиционная философия делятся на три раздела первый раздел получил название антология иногда вместо термина антологии используется термин метафизика чуть позже я объясню разницу между ну да антологии метафизика несколько разные метафизику я бы обозначил как подраздел антология наверное самый большой и значимый для философов на протяжении всей истории философии да вот но при этом всем не единственный раздел антология может быть подсвящена существованию например каких-то предметов а что существует что не существует на самом деле так далее так далее так далее и да многое будет сводиться квита физики кто или иной метафизической модели которые у нас будет это верно но не вся антология метафизика автор об этом будущем возможно скажет но возможно не в этой лекции возможно следующую лекцию мы не увидим так что заранее я пытаюсь вам рассказать немецкий философ ясперс назвал время когда возникли греческая китайская индийская философия осевым временем это историческая загадка как получилось так что философия в трех разных регионах мира возникает практически одновременно но мне кажется проблема заключается в том что именно из этого времени у нас много разных источников текстовых все то есть об этих временах и об этих историй об этих временах короче у нас есть источники ну например даже по фолессу даже если не салфа лес как бы нам текста его доступна то хотя бы о нем текста и есть тот же платон аристотел платон упоминает фалес она вроде бы я не помню кстати упоминает он его или нет но Аристотель точно упоминает Фалеса. Многие треографы упоминают Фалеса потом. Мне кажется, тут немножко другое. Фишка не в том, что философия в это время появляется. Мне кажется, фишка здесь заключается в том, что именно в это время, плюс несколько столетий, появляются нормальные источники письменные во всех этих культурах, которые позволяют закрепить так называемую философию. Просто у Египта, как я понимаю, с письменными источниками у нас все довольно туго и философских каких-то текстов вообще не сохранилось. Хотя тот же Диоген Лаерский пишет о том, что вроде бы и финикии какие-то были зачатки философии. Великий философ Мох, атомист так называемый. Там и в Египте вроде бы что-то было. Но мы, конечно же, как греки, как настоящие патриоты будем считать, что философия возникла в Греции. Вот. Мне кажется, здесь это в кавычках осевое время, оно связано именно со спецификой формирования и нарабатывания текстов. Прежде всего. И только ввиду того, что мы имеем эти тексты, мы и можем рассуждать о философии конкретно этих периодов. А те культуры, которые не порождали текстов в таком количестве, или которые не сохранили тексты, мы о них не знаем. Может, у них и философия была. Выделяются четыре периода. Ранние античные философии, шестой, пятый века до нашей эры, высокая классика, конец пятого, четвертый век до нашей эры, период эллинистической философии с конца четвертого по первый век до нашей эры, включительно, и поздняя античная философия с первого по третий века. Ну, средневековая, ее нередко от пятого века отчитывают до пятнадцатого. Мне кажется, так лучше. Потом еще эпоха возрождения идет где-то. Вот, может быть, конец пятнадцатого, шестнадцатого и начало семнадцатого немножко захватывая. Да, вот один век плюс-минус. Тоже там можно пораскидывать. Ну, потом уже семнадцатый век, новая философия так называемая. А четырнадцатым веком средневековую заканчивать можно, но тоже хер знает. Наши эры. Средневековая философия делится на два периода. Патристики с четвертым... Ну, окей, да. Фишка вот этой в кавычках средневековой философии, она в этом и заключается, что там Патристика, а Патристика довольно рано начинается. И проблема заключается в том, что поздняя античная философия, она еще проживет. То есть здесь на самом деле, если мы так вот будем это делить, там пересечения, короче, возникнет. Пересечения возникнет. Потому что во времена, когда развивалась ранее, собственно, Патристика, были еще многочисленные философы, которые, в принципе, там и платоники, там и перипатетики, и все остальные, да. И то есть, ну, как-то вот, что-то вот дядечка третьим веком позднюю античную философию ограничивая, немножко не до... не добрал здесь, на мой взгляд. Ну, это вообще трудности периодизации в данном случае, потому что действительно здесь пересечения идут. И скорее всего, если мы будем смотреть эпоху Возрождения, ну, в эту эпоху Возрождения, наверное, схоластика-то все еще жива, а просто мы о ней меньше слышим, да. Так вот случилось, что историография, она такая вот у нас, сука, подлая. Вот. И немножко замылила, возможно, известных схоластов. Хотя, многих известных схоластов и около того, людей близких схоластике все же мы знаем. Типа Кузанского и так далее. Кхм.